Орден Золотой Звезды и звание Героя Украины присвоено полковнику Игорю Гордичуку. Президент Петр Порошенко поблагодарил военнослужащего за проявленный героизм в ходе проведения антитеррористической операции. Полковник командовал боями по занятию Саурмогилы. Лично возглавлял отряд спецназа, выполняя задания глубины разведки далеко за линией фронта. Все 12 дней непрерывных боев Гордичук вместе со своими бойцами героически удерживал позицию, несмотря на ранения и контузию. Обстановка в Луганской области остается напряженной. Террористы пытались взять под контроль территорию вдоль реки Северский Донец. Из ствольной артиллерии обстреляли взводный опорный пункт в районе Станично-Луганское, а из минометов был трижды обстрелан блокпост в районе Золотого Хорошее Смелое. Также террористы обстреливали наши подразделения в районе поселка Новотроицка, Горловского водохранилища, вблизи Никишина и Кургана Острая Могила. Неподалеку поселка Озерянов КАБ-вики пытались штурмовать позицию украинских силовиков. Атака была отбита, блокпост остается под контролем силы АТО. Среди украинских военных погибших за минувшие сутки нет. Ранение получило четверо украинских воинов. В частности, один боец Национальной гвардии был ранен в результате обстрелов террористами блокпоста в районе населенного пункта Смелое. Территория вокруг блокпоста находится под контролем сил антитеррористической операции. После больших потерь, которые боевики понесли за прошедшие двое суток, они не решаются атаковать, а осуществляют обстрел этого блокпоста и стрелкового оружия и минометов. И только ведут обстрел этого блокпоста со стрелковой оружия и минометов. Причиной взрыва на Донецком заводе химвеществ стали нарушения требований технологического процесса. После захвата предприятия боевики пытались наладить на нем производство взрывчатки. Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. Лидеры боевиков попытались обвинить в инциденте украинских военных. В пресс-центре АТО Минобороны Украины опровергли их домыслы. Террористы в одностороннем порядке остановили процесс обмена заложниками, сообщил СНБО. Однако переговоры о возобновлении контактов продолжаются. По данным уполномоченного президента по регулированию конфликта на Донбассе Ирины Герасченко, из-за стенков боевиков на сегодня освобождены 822 человека. Всего же в списках СБУ с начала конфликта отчислились фамилии около 2500 пропавших без вести или находящихся в заложниках. Следствие назначило еще одну экспертизу для Надежды Савченко. Об этом заявил ее адвокат Николай Полозов. Во вторник защита ознакомится с данным постановлением. Полозов также ожидает, что его известят о дате рассмотрения ходатайства и продлении срока ареста украинской летчицы. Напомню, 13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобы Надежды на назначение ей психиатрической экспертизы. Однако в тот день Савченко доставили в институт имени Сербского. Из-за ее отсутствия заседание об Османово суда Москвы было перенесено на 11 ноября. Дело о покушении на кандидата в народные депутаты Владимира Борисенко генпрокуратура переквалифицировала на теракт. Эксперты установили, что Владимира Борисенко выстрелили в спину из короткоствольного оружия, а под ноги бросили ручную гранату РГД-5, а не самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ срочно расследовать данный инцидент. Отчет глава государства ожидается в течение суток. Покушение на Борисенко было совершено в понедельник вечером. Пострадавшего доставили в больницу. От пули его спас бронежилет. Ранее Владимиру Борисенко угрожали. 178 уголовных производств открыли правоохранительные органы по фактам нарушения избирательной кампании. 71 из них связано с подкупом избирателей. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас идет расследование по этим делам. Пока что подозрения никому не предъявлено. Виновных и меру наказания определит суд. В МВД напоминают, если вам предлагают деньги за ваш голос или награждают некими подарками от кандидата, необходимо сразу обращаться в милицию. Иначе вам, как избирателю, который продал свой голос, грозит ответственность. Это было наказуемо. Или штрафом от 1700 до 5100 гривен. То есть от 100 до 300. Но не облагаем от минимума. Или же можно было карать, в том числе и с правительными работами, на срок до 2 лет. Наказуемо сам факт согласия избирателям продавать свой голос. И неважно, за кого он потом будет голосовать. Важно понимание следующее. Избиратель должен ценить свой голос. С завтрашнего дня в столице начнут подключать к отоплению жилые дома. Ведь к концу недели в Украине значительно похолодает. В Киеве городадминистрация сообщили, что все объекты к пуску готовы. И к 26 октября большинство из них будут с теплом. В то же время Минрегион и Минэнергоугля дали добро начать отопительный сезон в регионах. Первыми обогреют учреждения социальной сферы, учебные заведения и больницы. А также объекты, оборудованные автономными системами. И те, которые не используют природный газ для обогрева. Напомню, вчера президент Петр Порошенко поручил Кабмину до конца недели начать отопительный сезон по всей Украине. Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров начался в Брюсселе. В настоящее время еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эйтингер встретился с министром энергетики России Александром Новаком. Украинская делегация в офис Еврокомиссии прибудет позже. На сегодняшней встрече стороны собираются выработать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставки газа в Украину и стабильность его транзита в европейские страны этой зимой. Документ должен содержать четкие гарантии как поставок Газпромом согласованных объемов топлива в Украину, так и расчетов за них нафтогазом. Для этого Украине и России следует подписать документы, обязательные для исполнения обеими сторонами. 20 октября реверс Словацкого газа достиг рекордного значения. Так, суточный объем поставок голубого топлива превысил 27,5 миллионов кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза. По информации ведомства, поставки осуществляются в форсированном режиме. Во вторник из Братислава планируют импортировать на 200 тысяч кубических метров меньше, чем накануне. Однако эту разницу компенсируют на польском реверсном направлении. Делается это для оптимизации транспортировки, сообщают в Укртрансгазе. Торговые преференции для Украины продлены на весь следующий год. Соответствующее решение принял Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли. Таким образом, Украина сохранит односторонний режим льготного экспорта товаров в Евросоюз. Рассмотрят вопрос в четверг. Европарламент должен подтвердить трехстороннюю договоренность между Украиной, Россией и Евросоюзом об отсрочке начала работы зоны свободной торговли Украины ЕС до 2016 года. После окончания отсрочки Украина должна будет отменить пошлины для товаров, поставляемых из Евросоюза. Ну а Кремль перешел к новому этапу торговой войны. С завтрашнего дня Россия запретила ввоз на свою территорию все, без исключения растительной продукции из Украины. По данным Россельхознадзора, украинская продукция якобы заражена вредителями. Кроме того, Москва подозревает, что через Украину в Россию транзитом поставляются растительные грузы из ЕС, запрещенные ответными санкциями. Ранее Россия запретила импорт украинской молочной и кондитерской продукции, сыров, консервов, алкоголя, свинины и говядины. Но со вчерашнего дня под запретом жиры и мясные субпродукты из некоторых стран Евросоюза. В Москве погиб руководитель французской нефтяной компании «Тоталь Кристоф де Маржери». Его смерть наступила в результате несчастного случая в московском аэропорту Внуково. Во время вылета в Париж частный самолет нефтяного магната врезался в снегоуборочную машину аэродромной службы. Вместе с «Маржери» погибли все три члена экипажа. Следует сказать, что «Тоталь» занимает четвертое место в мире по объему добычи углеводородов. В России компания реализовывала несколько крупных проектов. Причины авиакатастрофы расследуются. Есть несколько версий, однако основная – водитель снегоуборочной машины был пьян. В настоящее время уже установлено, что водитель снегоуборочной техники находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, следствием будет рассматриваться вопрос об отстранении должностных лиц аэропорта на период расследования от исполнения своих должностных обязанностей. Ну а далее на БТБ «Украинские мировые индексы и цены на энергоносители». Оставайтесь с нами, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»